Девушки отдыхают Он отправился на гору неутомимых за советом к мудрой нефритовой змее «Что беспокоит тебя, юный император?» – спросил о дух мудрости «Толпы демонов скоро вторгнутся в Азерот», – ответил он «Как мне спасти империю?» И нефритовая змея сказала «Ищи сердце Пандарии, там ты найдешь все ответы» «Ну, где его искать?» – воскликнул Шао-Хао «Эмоции застилают твой взор», – молвила змея «Сбрось с себя их бремя, слушай голос земли» Но император не понял ее слова Опечаленный, он отправился домой в нефритовый лес По пути он встретил старого друга, короля обезьян «Я должен был править долго и счастливо», – пожаловался Шао-Хао «Я не справлюсь!» «Рослабься», – сказал король обезьян «Я буду с тобой» Но тут раздался вой четырех ветров Сильный порыв подхватил короля обезьян Смеясь, он летел навстречу буре и кричал с высоты «Прости, от судьбы не уйдешь» «Нет», – закричал император «Куда ты?» «Я не справлюсь один» И в это мгновение Все тревоги Шао-Хао Воплотились в сгустки жуткой темной энергии Ша… Сомнения Чем сильнее сопротивлялся император, тем быстрее он слабел Ша едва не одержал победу Но тут Шао-Хао вспомнил слова мудрой змеи И обратился к земле за помощью Он увидел бамбуковые стебли, трепещущие перед стихией Те из них, что сопротивлялись бури, ломались под ее натиском Но те, что склонились по ветру, пережили ненастья и стали сильнее Шао-Хао последовал примеру бамбука Он повернулся спиной к Шао И его сомнения развеялись Он понял, что должен следовать судьбе Ветра несли короля обезьян через долину в джунгли И преисполненный верой император последовал за ним Он должен был спасти друга и предотвратить ужасный раскол